Академия трейдинга Телетрейд представляет Шоумен Сергей Стилавин, финансовый эксперт Александр Калашников и независимый журналист Анна Невская Куй с кризисом. Инструкция по выживанию Итак, дорогие друзья, вы смотрите интеллектуальное, образовательное шоу Куй с кризисом, которое позволит нам с вами в итоге чувствовать себя более независимыми в сложных финансовых условиях И сегодняшний наш разговор посвящен психологии о том, как эмоции, различные чувства влияют на трейдера, на человека, который работает на этом рынке Саша, мы с тобой мужчины Ну, я надеюсь, по крайней мере, все для этого есть У нас есть Анечка, да? Она женщина, у нее красивые ноги, густые волосы, чувственный взгляд Анна Невская, журналист газеты «Комсомольская правда» На протяжении всего проекта Анна наблюдала, как Сергей осваивает «Азы профессии трейдера» и об этом уникальном эксперименте Рассказывала читателям «Комсомолки» на сайте kp.ru В вашей работе есть наверняка трейдеры и мужчины, и женщины И мы разные, да, с ними Насколько женщины успешны в этом деле? И как отличается подход к работе у мужчин и женщин? Мне кажется, мы более эмоциональны Ну, с одной стороны, образ женщины, он действительно более эмоциональный Да, поведение более эмоциональное Ну, нам кажется так Как ни странно, у женщин получается гораздо лучше торговать Связано это с тем, что мужчины иногда доказывают себе, рынку, окружающим Какий-то там свой авторитет Амбиции Я не мог ошибиться Дело в том, что задача мужчины доказать себе, рынку свою крутизну И в этом плане признать свое поражение в виде убытка довольно-таки трудно А в то же время для женщин такие решения принимаются гораздо легче Торговля на рынке Форекс традиционно считается мужским делом Хотя успешных женщин-бизнесменов в современном мире много Психологические эксперименты показывают Женщины в бизнесе имеют немало преимуществ Они более терпеливые, дипломатичные, аккуратные, внимательные У них лучше получается анализировать происходящее и предсказывать будущий ход событий Кстати, знаменитых женщин-финансистов и трейдеров не так уж мало Например, Дина Мехта занимала в 2001 году пост президента Бомбейской биржи Британка Сити Кэтрин Гарретт Кокс в 35 лет возглавила департамент по инвестициям Крупного фонда в Англии Журналисты прозвали ее Екатериной Великой Поскольку она зарабатывала по миллиону фунтов стерлингов в год Клара Ферс вообще была первой женщиной-трейдером, которую допустили к торгам на лондонской бирже в 1973 году А в 2001 эта хрупкая блондинка возглавила лондонскую биржу Кэрол Гелли занимает руководящую должность в британской инвестиционной компании И осуществляет контроль за активами на сумму 557 миллиардов долларов А когда-то Кэрол пришла в эту компанию работать библиотекарем Синтия Кейс прославилась своей торговой стратегией Одной из ее разработок является индикатор силы Пик Осцилейта И, наконец, Линда Рашке Она начала торговать на бирже в 1981 году Стала успешной и с тех пор написала немало книг о торговле на Форекс Конечно, нам, как мужчинам с Александром, трудно признавать сейчас успешность женщин Но ради нашего успеха мы пойдем на эту жертву Саш, не могу тебя не спросить о важной вещи Ведь Форекс и в мире, и в нашей стране существует, работает не первый год Были люди, которые принимали участие в работе Мы не будем скрывать, наверное, это ни один, ни два человека, которым не повезло Или которые плохо поняли, что надо делать, они проиграли Они оставили плохие воспоминания у себя И, в принципе, наверное, иначе как лохотроном не называют Форекс В разговорах со своими знакомыми, друзьями, да? Вот ты объясни мне, их неудача это следствие страхов Или это лох, это судьба? Как объяснить вот эту историю? Вопрос очень интересный И здесь можно поговорить именно о том, как это выглядит со стороны Давай разберемся вот с точки зрения потребителя этого продукта Когда человек зарабатывает, он это держит в тайне Боится в этом кому-то ни было признаться Спугнуть удачу Спугнуть удачу, да То есть деньги, они любят тяжину Если же мы видим человека, который теряет деньги То здесь обратная ситуация Он с радостью делится этим опытом со всеми В интернете, там еще где-то Вполне рассказывает о том, как это было весело, здорово Или, напротив, неприятно Далее есть еще момент ответственности С одной стороны, потеря денег – это действительно очень плохо С другой стороны, признать в том, что не справился, не получилось Или где-то действительно поддался эмоциям Это довольно-таки трудно Поэтому легче сослаться на какую-то третью сторону Ответственным сделать там, что это вся отрасль такая плохая Ни у кого не получается, и у меня тоже Либо там компания виновата Либо Ангела Меркель, которая сделала заявление И евро пошел не в ту сторону Ну, знаешь, я вот несколько раз покупал абонемент в спортзал Как ты видишь, я совсем не качок Могу ли я считать при этом спортзалы большим лохотроном? Хотя большинство людей тоже берут абонементы, но не ходят Должен признать, Саша, что у меня тоже есть абонемент в спортзал Но я особенно сильно не парюсь Абонемент я оплачивал из собственного кошелька Но теперь у меня есть три раза по два свободных часа в неделю И я их могу потратить на Форекс Саша, тем не менее, мы с вами понимаем, что любая теория Любые риски, предупреждения, опасения В любом деле, конечно, сильно отличаются от практики Правда? Да И невозможно научиться водить автомобиль на симуляторе Потому что, когда ты берешь в руки руль Когда ты нажимаешь на педали Когда вот эти там две тонны железа тебе подчиняются Ты фактически забываешь сразу обо всем том Что тебе говорили инструктора Бывалые водители, да, и все остальное Да, верно И ты поглощен совершенно другими переживаниями Поэтому мы с вами, ребятушки, начинаем действительно практически уже практическую работу Но, поскольку Саша человек ответственный, да Работу мы начнем именно с той бумаги, да С того документа, который будет нашей страховкой, да На случай того, что нас, естественно, возьмут за грудки наши же эмоции Наши страхи, наша жадность и наша неуверенность Этим и отличается профессиональный трейдер От безумного От безумного От безумного В отличие от других профессий У нас есть всегда цена ошибки В долларах, в евро В зависимости от того, какой пары вытал Да, в конце концов, в рублях Все начинающие трейдеры совершают одни и те же ошибки Самые распространенные Излишняя эмоциональность и уверенность Часто новички говорят, что играют на Форексе И относятся к этому как к игре Хотя на самом деле это работа И она требует большой концентрации и отдачи Начинающие трейдеры также часто полагаются на интуицию А не на знание принципов торговли Торгуют вопреки тренду Излишне рискуют И чересчур доверяют мнению аналитиков, советников и автоматическим индикаторам Если вы хотите стать успешным трейдером Вам необходимо быть финансово грамотным человеком Обладать аналитическими способностями В совершенстве владеть своими эмоциями и чувствами А также постоянно развиваться и профессионально расти Но и самое главное Наличие финансов и надежная компания Которая станет вашим проводником в мире Форекс Итак, дорогие друзья, Александр Калашников, Анна Невская, Сергей Стилавин Я приглашаю вас дождаться совсем скоро выйдет в интернет-эфир Наш следующий выпуск Супер-шоу под названием «Куй с кризисом» И мы с вами займемся уже практическим заданием Составлением особого плана Который нас убережет от ошибок Когда мы с вами наконец-то нажмем эту зеленую кнопку «Купить» До встречи «Куй с кризисом» Инструкция по выживанию Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok